Добрый день, дорогие читатели! В 2023 году исполняется 200 лет со дня рождения знаменитого писателя, драматурга Александра Николаевича Островского. Сегодня мы совершим виртуальное путешествие в усадьбу писателя Щелыкова. Мемориальный и природный музей-заповедник Островского-Щелыкова находится в Костромской области. Усадьба расположена вблизи села Щелыково, в 120 километрах к востоку от Костромы, в Островском районе, на границе с Ивановской областью. В старину Щелыково называлась пустошь Шелыково. История усадьбы берет свое начало в XVII веке. Изначально она принадлежала Костромскому генералу Федору Михайловичу Кутузову. Здесь были возведены большой каменный дом для господ, службы, оранжерея и ландшафтный парк. По приказу генерала в соседнем селе Бережки был возведен храм святителя Николая. В 1847 году усадьба была выкуплена отцом будущего драматурга Николаем Федоровичем Островским. Сам же Александр Николаевич впервые приехал в Щелыково год спустя. После смерти Николая Островского в 1853 году усадьба пришла в запустение. В 1867 году Александр вместе с братом Михаилом выкупили у мачехи отцовское имение и привели его в порядок. С этого времени драматург проводил здесь по 4-5 месяцев. Щелыково стало главным местом вдохновения Островского. Здесь он работал над пьесами «Гроза», «Лес», «Волки и овцы», «Беспреданница», «Снегурочка». Хотя «Снегурочку» драматург писал в Москве, но обдумывал свой замысел, находясь в Щелыкове. Центральным объектом музея-заповедника является хорошо сохранившийся усадебный дом постройки конца XVIII – начала XIX веков, в котором расположен Мемориальный музей Александра Николаевича Островского. Это деревянное классическое здание серого цвета с белоколонными портиками по двум фасадам и двумя террасами, имеющие антресольный этаж и два крыльца – парадное и служебное. На первом этаже расположена мемориальная экспозиция, значительную часть которой составляют личные вещи драматурга и его родных – предметы подлинной обстановки дома. Анфиладу комнат открывает столовая – место сбора членов семьи и многочисленных гостей. В центре – стол сороконожка, который раздвигался во всю комнату, над ним – керосиновая лампа-молния. На столе стоит самовар, по семейному преданию, принадлежавший еще отцу драматурга. Сам Александр Николаевич слыл радушным и хлебосольным хозяином. Далее проходим в гостиную. Здесь читались и обсуждались отрывки из новых пьес, слушались занимательные рассказы, звучала музыка. В этой комнате находятся подлинные вещи семьи – фортепиано фирмы «Таланов». Под его аккомпанемент нередко пела Мария Васильевна, жена Островского, актриса Московского малого театра. Стул-вертушка к нему, зеркало в резной раме и овальный гостиный стол. Если распахнуть двустворчатые двери, можно пройти на южную террасу, которая служила своеобразным продолжением гостиной. В центре стоит большой стол, покрытый белой скатертью, плетеные кресла и стулья. Здесь обычно пили чай, вели беседы, слушали музыку, иногда разыгрывались любительские спектакли по пьесам самого Островского. В кабинете, просторной и светлой комнате, находятся подлинные вещи драматурга, среди которых письменный стол, на нем книги, словари, рукописи писателя, фотографии родных, друзей, актеров. На столе также стоит двухсвечник с зеленым абажуром и подставка под спичечный коробок. В кабинете можно увидеть предметы, сделанные руками Островского, настольную полочку для книг, резные рамки и полку для бумаг. Известно, что Александр Николаевич увлекался работой по дереву, в том числе выпиливанием лобзиком. В память о жене писателя, последняя из анфиладных комнат в усадебном доме, восстановлена такой, какой она была после смерти Островского, и носит название «Спальня Марии Васильевны». Это типичная женская комната. Здесь можно увидеть мебель и вещи хозяйки, в том числе и рамку собственноручной работы. В спальне также есть раковина с гигиеническими принадлежностями жены драматурга. На стенах фотографии детей. Их было шестеро – Александр, Михаил, Мария, Сергей, Любовь и Николай. В Щелоковском доме они жили на антресольном этаже. Мальчики с воспитателем, девочки с гувернанткой. Сейчас в двух комнатах этого этажа открыта выставка личных вещей актрисы Малого театра Александры Яблочкиной. В северной части дома расположены в основном служебные и хозяйственные комнаты. Исключение составляет «Северная гостиная». Одно время она служила кабинетом брата-драматурга и совладельца имения Михаила Николаевича. Сейчас в ней представлена часть библиотеки Александра Островского, состав которой отражает разнообразие интересов ее владельца – историческая литература, драматургия, периодические издания, книги по фольклору и сельскому хозяйству. На стенах комнаты можно увидеть работы старшей дочери драматурга Марии и фотографии братьев писателя. Некогда утраченная библиотека была почти полностью восстановлена благодаря полным описаниям, сделанным сыном Александра Николаевича – Сергеем. На территории музея-заповедника Щелыкова есть и другой дом, который из-за своего цвета называется «Голубым». Он был построен уже после смерти Александра Николаевича. Возвела его дочь драматурга Мария Александровна Островская-Шеттелен в 1903 году. Со временем он превратился в такой же редкий памятник усадебной культуры и садово-паркового строительства, как и сам дом Александра Николаевича. В настоящее время в «Голубом доме» располагается культурно-образовательный центр с библиотекой, литературно-музыкальной гостиной, комнатой для работы с детьми. Здесь регулярно открываются временные выставки, проходят творческие встречи, открытая резиденция и мастерская «Снегурочки». От усадебного парка Щелыкова можно дойти до села Никола-Бережки, около одного километра пешком. Путь пролегает через живописный овраг и поле. Здесь большие перепады высот. Дорога все время петляет то с горы, то в гору. Александр Николаевич Островский любил гулять по окрестностям, посещал соседние деревни. Наиболее часто его путь лежал в Никола-Бережке. Островский всегда интересовался народной культурой и языком, поэтому периодически приходил сюда, чтобы непринужденно пообщаться с селянами и завести новых друзей. Таким его другом стал Иван Викторович Соболев, замечательный столяр-краснодеревщик, жилой дом которого сегодня превращен в еще один музейный экспонат. Будущий этнографический музей «Дом Соболева» появился органично, зародившись в недрах дома Островского. В округе припретались предметы крестьянского быта, их размещали в людской, на лежанке, в небольшой комнате кладовой, дверь в которую была открыта. Но места для всех предметов не хватало. Благодаря интенсивной собирательской работе, дарам местных жителей и родственников, в 1973 году была открыта выставка предметов крестьянского быта конца XIX – начала XX веков. Помимо домашней утвари, орудий труда, народного костюма, в настоящее время здесь представлены и личные вещи Соболевых. На другом конце села Никола-Бережки находится усадебная двухэтажная каменная церковь в честь святителя Николая с колокольней, каменной оградой, западными и восточными воротами. Она была построена в 1792 году тогдашним владельцем усадьбы Щелыкова, предварителем костромского дворянства Федором Михайловичем Кутузовым. Есть предположение, что зодчим этого храма был талантливый костромской архитектор XVIII века Степан Воротилов. Интерьер верхнего летнего храма поражает своей пышностью. Нижний зимний храм скромнее летнего, но собранные в нем иконы несут божественную благодать. В зимней части храма 5 июня по старому стилю 1886 года состоялась заупокойная литургия по великому русскому писателю Александру Николаевичу Островскому. После отпевания тело драматурга было предано земле у южной стены храма, где ныне находится обнесенная кованой оградой семейное захоронение Островских. Здесь покоятся отец драматурга Николай Федорович, супруга писателя Мария Васильевна и дочь Мария Александровна по мужу Шателлен. В церковной ограде близ фамильного захоронения Островских могила Соболевых Ивана Викторовича и его сына Ивана. Щелыкова – единственная в России усадьба-памятник культуры, которая, несмотря на исторические потрясения, максимально сохранила естественный путь развития. Сегодня музей-заповедник является островком культурных традиций многих поколений. Он находится в гармонии с огружающей природой и продолжает хранить память о великом русском писателе Александре Николаевиче Островском. На этом наш рассказ завершен. Спасибо большое за внимание и до новых встреч!